МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Приморье просто так попасть в город только по официальному приглашению от родственников с пропиской во Владивостоке. Без справки из Дома управления или милиции им билет на поезд или самолет не продавали. Решение закрыть город было принято еще при Сталине в 1952-м. До этого на особый режим перевели Севастополь. Закрыли город, чтобы засекретить флот. Помимо Владивостока, в Приморье закрыли еще несколько населенных пунктов. Город Большой Камень, где ремонтировали и утилизировали атомные подлодки. И семь поселков, которые сегодня образуют закрытое административное территориальное образование Фокина. После распада СССР Владивосток и Большой Камень открыли. Ну а в рубрике «Свидетель прошлого» продолжаем вспоминать советский период. В этот раз покажем женское белье из СССР. Вот прекрасный пояс для ношения чулок. То есть поскольку колгутки были в большом дефиците, вообще многие даже не знали, что это такое в определенное время, то эти чулки прицеплялись на специальные застежки на поясе, которые одевали женщины, застегули на талии. А сверху надо было обязательно одевать вот такую комбинацию, которая тоже являлась непременным атрибутом. Потом на это на все одевали платье и вот экипированные в полном виде выходили на улицу. Комбинация шита из тяжелой синтетической ткани и особенно женщину не украшает. Но ее все равно носили. Интересный факт. В 1959 году французский актер Ив Монтан, будучи в Москве с женой, попал на выставку легкой промышленности, где увидел советские лифчики и пенюары. Пара испытала культурный шок. Они купили изделия от разных фабрик и выставили в одной из известных парижских галерей. Экспозиция в столице моды пользовалась неимоверной популярностью. Ну а на этом все. С вами была Наталья Смоленинова.